Это новости на канале ФКТ, в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. До старта Мундиали остается 7 недель. Сегодня объект инфраструктуры в Сочи проинспектировал губернатор края. Прогнозный план приватизации до 2020 года и изменения в бюджет Сочи. Эти темы стали основными на сессии городского собрания. Этот день 32 года назад разделил их жизни на до и после. Сегодня годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. Новые в российском законодательстве упрощены нормативы получения адресной справки для всех объектов недвижимости. До старта Мундиали остается 7 недель. Тренировочные базы для сборных готовы и ждут именитых спортсменов. Сегодня объекты инфраструктуры в Сочи проинспектировал Вениамин Кондратьев. Глава региона вместе со своим заместителем Николаем Далудой побывал на тренировочных площадках, где скоро футболисты сборной Польши будут отрабатывать тактику. Покрытие стадиона здесь как многослойный пирог из современных материалов. Все в соответствии с правилами Всемирной Федерации Футбола. Вениамин Кондратьев также осмотрел трибуны, места для зрителей. Побывал в служебном комплексе с раздевалками и душевыми. Здесь созданы все условия для того, чтобы команды, которые сюда приедут играть, находились в очень комфортных условиях и достойный команд мирового уровня. И условия здесь созданы не хуже мировых. На уровне, может быть, даже лучше. Поэтому я единственное, коллеги, считаю, чтобы все это мы максимально могли сохранить. И после того, когда пройдет чемпионат мира по футболу, чтобы уже дети наших спортивных школ, футбольных школ могли тоже этим пользоваться. Согласно вашему решению, как раз вот эти две тренировочные площадки, они будут переданы краевой спортивной школе по футболу. Напомню, во время проведения чемпионата мира в Краснодарском крае будут базироваться сборные шести стран. В Краснодаре, на Пегелинжике и Сочи, где, собственно, на стадионе Фишт и пройдут игры турнира. В Сочи во время чемпионата мира по футболу ограничат движение грузового транспорта. О том, как эта мера будет действовать и какие улицы затрагивать, предпринимателям рассказали в администрации города. На совещание пригласили представители оптовых предприятий и розничной торговли, чтобы познакомить их с изменениями в организации дорожного движения, которые будут действовать на курорте в период Мундиаля. В частности, ограничения коснутся Адлера на участке от Кудепсты до Постапсоу и в районе Красной Поляны до развязки на Молдовке. Речь идет именно о грузовом транспорте. Здесь ограничения будут действовать только в дни матча, то есть 15, 23, 27, 30 июня и 7 июля в период с 7 утра до часа ночи. Учитывая, что чемпионат мира – это большое скопление людей, значит и автобусов, значит и мы должны сделать более комфортным и разгрузить наши дороги, будет, наверное, обсуждаться вопрос по осуществлению вечерней доставки товаров, подвоза товаров на предприятия торговли, общественное питание в дни проведения чемпионата. Также ограничения движения неаккредитованного транспорта будут действовать в дни матча на территории, прилегающей к Олимпийскому парку и в центре города в районе проведения фестиваля болельщиков с 1 июня по 16 июля включительно. Фестиваль пройдет на Южном Малу. Его собирают вручную, обрабатывают препаратами места, где он находится, и уничтожают. Борьба с коричнево-мраморным клопом в Сочи идет масштабная. Иначе нельзя. Вредитель может нанести серьезный урон сельскому хозяйству. На данный момент в Сочи обработаны сотни гектаров земли. И речь не только о крупных сельхозугодиях, но и о частных подворьях, которые, как было отмечено, особенно активно включились в борьбу, так как они заинтересованы в сохранении и урожая, и зелени в целом. На территории Большого Сочи действует 113 рабочих групп по уничтожению клопа. Борются с ним и сами сочинцы. Препарат подготовлен в достаточном количестве. Ведется очень тщательный мониторинг наличия клопа. К счастью, что его немного. Единичный случай завоза сопредельных территорий. Поэтому все, что обнаружено, уничтожается. Массовых скоплений вредителя в Сочи нет. Это отметили и ученые, и в руководстве Минсельхоза России. Мы удовлетворены тем, как организованы работы по профилактике на территории Краснодарского города Сочи. Мы мониторим практически каждый населенный пункт. Есть четкое понимание, что делать с вредителем, как делать. Параллельно с уничтожением вредителя идет обследование возможных мест его обитания. Сочинцам раздают методические информационные материалы. Работы у нас достаточно. Есть дорожная карта, есть научное обеспечение этой целой программы. И мы уверенно можем победить этого клопа. Сегодня я проводил совещание, где всем четко сказал. Вот организации, выбирайте, заключайте с ними договорные отношения и работайте. План работы есть и в Сочи, и в каждом муниципалитете Краснодарского края. Российские специалисты помогают и в соседней Абхазии. Там собрано и уничтожено более пяти тонн вредителей. Предотвращен ущерб на сумму 6 миллиардов рублей. Подобные выездные комиссии с участием представителей федерального центра будут проводиться регулярно. Вплоть до полного уничтожения вредоносного насекомого в регионе. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. В Сочи на трассе загорелась лада Калина. Это произошло сегодня утром около 8.30 на улице Донская. ЧП случилось в районе Новой Зари. Видно, что пожар произошел в моторном отсеке. Водитель пытался справиться с ним при помощи огнетушителя. Чуть позже ему на помощь подоспели пожарные. Пострадавших от возгорания нет. В ночь с четверга на пятницу в Дагомысе не будет воды. Причина – ремонт водовода на улице Старошоссейная. Поэтому с 21 часа 26 апреля до 10 утра 27 апреля отключат водоснабжение абонентов на Батумском шоссе и улице Российская. В случае необходимости будет организован подвоз воды. К другим новостям. В Адлере из незаконного оборота изъято более 200 пачек сигарет. Нарушение правил розничной продажи табака был выявлен во время рейдовых мероприятий. На расстоянии менее 100 метров от школы было обнаружено два павильона, в которых торговали табаком. Всего в помещениях правоохранители обнаружили и изъяли более 200 пачек сигарет. В отношении местных жителей, допустивших нарушение закона, полицейские составили административные протоколы. Кроме конфискации товара, санкции указанной статьи предусматривают наложение штрафа. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Мы просим всех жителей и гостей нашего города, кто обладает информацией о подобных нарушениях, незамедленно сообщать в полицию по телефону 02. Сегодня состоялась сессия городского собрания Сочи. Депутаты утвердили прогнозный план приватизации до 2020 года и внесли изменения в бюджет города. Все подробности у Елены Овсециной. Доходная часть бюджета города в нынешнем году увеличилась на 485 миллионов рублей за счет собственных доходов 159 миллионов рублей и дотации, субвенции, субсидии 362 миллиона рублей, полученных из краевого бюджета. Они пойдут на нужды образования, на строительство пристроек к двум школам 15 и 82. Расходная часть тоже увеличилась и составила 521 миллион рублей. Основная часть из этих строек теперь в расходной части уходит на погашение судебных решений, это 115 миллионов рублей. Затем на содержание клуба «Истоки», тот, который дом культуры на КСМ отремонтирован. Все, теперь его надо содержать. Ремонт музея в Адлере направлено и ремонт спортзала в 81-й школе, это в Лазаревском районе. Кроме того, на цветочное оформление по подготовке к чемпионату мира. Проголосовали сегодня депутаты и за корректировку программы приватизации муниципального имущества. Она с изменениями утверждена до 2020 года. Было внесено предложение о том, чтобы базу, которая находится на улице Темирязева, под которой находится 1,7 гектара земли. А нам там необходимо на сегодняшний день уже, и это подтверждает управление образования, о том, что там необходимо строить школы и детский сад. Потому что микрорайон тоже развивается, а их нет. Поэтому мы исключили из программы приватизации это акционерное общество, где вот эта база находится, и сделали протокольную запись о том, чтобы этот земельный участок, который будет, он будет направлен на подготовку проектно-смертной документации для размещения там социальных объектов. Из программы приватизации также были исключены пять свободных помещений, которые будут на льготных условиях отданы малому и среднему бизнесу в аренду. Не подлежит приватизации еще десять подвальных и полуподвальных помещений с инженерными сетями. В дальнейшем будет определено, в чьем пользовании они будут находиться дальше. Гелена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Сегодня годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. Ровно 32 года назад, 26 апреля 1986 года, на атомной электростанции произошел взрыв. Страшная трагедия унесла жизни тысяч людей. Многие стали инвалидами. Сочинцы также участвовали в ликвидации последствий взрыва атомного реактора. Сегодня они, как и сотни других ликвидаторов, вспоминают эту катастрофу, которую невозможно забыть. Каждый год, 26 апреля, в Комсомольском сквере десятки людей собираются у памятника «Рыжий лист». Мемориал посвящен ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской АЭС. Страшный взрыв разрушил четвертый энергоблок атомной электростанции. Большое количество радиоактивных веществ было выброшено в окружающую среду. На ликвидацию последствий ЧП направили более 600 тысяч человек. Эту аварию расценивают как крупнейшую за всю историю атомной энергетики. Вот эта вот страшная картина «Мертвый город». Фильмы показывают «Сталкер», там, знаете, еще сейчас американцы показывают фильм, сняли. Это ощущение кожи, чувствуешь вот эту вот страшную радиацию. Вот эта вот обстановка нехорошая, знаете, «Мертвый город». Одни воробьи летают. Страшно. Этот день 32 года назад разделил их жизни на «до» и «после». Из Сочи в Чернобыль на ликвидацию аварии отправились 900 человек. И с каждым годом свидетелей этой катастрофы становится все меньше. Сегодня на митинге чернобыльцы вспоминали события тех страшных дней. Каждый из них знал, куда и на что идет. Но по-другому, говорят ликвидаторы, они просто не могли. Аркадий Боровиков служил в сибирском полку химзащиты. Полк работал на самой станции, менял кровлю на третьем энергоблоке АЭС. 15 человек в моей группе были. Они их пришлось ограничивать, потому что время работы на кровле в то время по уровню радиации было ограничено 20 секундами. Была тогда установлена доза не больше полурентгена в смену, потому что когда больше получалось, то уже резко ухудшалось состояние здоровья. В память о тех, кто погиб во время взрыва и тех, кто пострадал от радиации и умер уже позже, участники митинга возложили цветы и венки к мемориалу «Рыжий лист». О последствиях и уроках чернобыльской катастрофы сегодня говорили и на встрече с главой города Анатолием Пахомовым. Мэр Сочи чернобыльцев назвал героями, а то, что они сделали для ликвидации последствий аварии, настоящим подвигом. Ведь недаром на груди у каждого десятки, в том числе государственных наград. Человек, который пожертвовал собой ради того, чтобы спасти и сохранить жизни вот этих четырех с лишним миллионов человек, а впоследствии это могло пойти и на другие территории. И, конечно, как можно не сказать, что эти люди, то есть как не сказать, что вы настоящие герои. Анатолий Пахомов отметил и вклад чернобыльцев в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Память – это основа будущего. И именно молодежь, благодаря пусть и таким печальным урокам истории, должна сделать все, чтобы такой трагедии не повторилось. Ну а мэрия, в свою очередь, готова оказывать героям-ликвидаторам всяческую поддержку. Таких сегодня в Сочи 342 человека. Проблем-то много. Как всегда, жизнь двигается, идет вперед, значит, требования какие-то, они решаются эти вопросы. Я благодарен нашему муниципалитету и главе города, благодарен тому, что очень многие вопросы решаются как бы сходу. За важную общественную работу чернобыльцам сегодня вручили очередные почетные награды и благодарственные письма. И это лишь малая часть признательности за спасенные жизни и сохраненное здоровье миллионов людей во многих странах мира. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Сочинские ветераны Великой Отечественной войны в эти дни проходят оздоровление в городских санаториях. Своё здоровье поправляют порядка 300 героев. Участник обороны Ленинграда, Севастополя и Кавказа, контр-адмирал Семён Гайсинский перед Днём Победы также решил пройти курс реабилитации. Сегодня с ним встретилась наша съёмочная группа. Вот уже неделю Семён Израилевич проходит курс лечения в оздоровительном комплексе «Дагомыс». К слову, уже не первый год. Говорит, благодаря такой акции есть возможность пройти обследование на оборудовании, которого нет в поликлиниках. Здесь участник Великой Отечественной войны проверяет состояние своего иммунитета. И с помощью биорезонансной терапии доктора корректируют пациенту выявленные нарушения. Семён Израилевич не первый раз может по себе это почувствовать. Улучшаются функциональные возможности, лучше переносят нагрузки, меньше болеют, работоспособность. Задача медперсонала не просто оздоровить, но и обследовать ветеранов. Для этого врачи используют все самые современные методики, в том числе метод капсульной эндоскопии, электромиографию для диагностики неврологических заболеваний, что актуально для пожилых пациентов. Это лечение обязательно включает в себя больниологию. Помимо своей водолечебницы, мы ещё наших ветеранов остаравливаем на мацесте. То есть мы заключили договор, и сейчас мы туда направляем наших ветеранов, то есть мы туда их увозим, привозим и сопровождаем. В свои 96 лет Семён Гайсинский не любит жаловаться на здоровье, предпочитает его молча поправлять. У ветерана 8 ранений, в том числе в голову, во время налёта на Новороссийск. У каждого ветерана свои, как говорится, огрехи в здоровье. И каждый здесь старается сгладить эти огрехи и получить оздоровление. Полученные здесь процедуры от некоторых аппаратов действенно повышают здоровье продолжительное и даже очень продолжительное время. Здоровым нужно быть, говорит контр-адмирал в отставке, чтобы быть полезным обществу. Семён Израилевич Гайсинский ведёт активную патриотическую работу с молодёжью, рассказывает о всех событиях войны, которые видел своими глазами. Но больше предпочитает говорить о победе. И всегда со слезами на глазах. Я буду праздновать этот праздник со всеми жителями города Сочи. Они очень внимательно относятся к ветеранам, особенно участникам Отечества войны, которых осталось, к сожалению, с каждым годом всё меньше и меньше. Надеюсь, что и в этом году будет оказано ветеранам внимание, которого они заслуживают. К слову, сочинским ветеранам городская администрация предложила не только оздоровиться в санаториях. Одним силами муниципалитета отремонтировали жильё, к другим прикрепили волонтёров, которые шефствуют над пожилыми героями. Курсы же оздоровления ко дню победы завершат порядка 300 участников Великой Отечественной войны. И все они с новыми силами планируют принять участие в городском параде победы. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Новое в российском законодательстве. Упрощены нормативы получения адресной справки для всех объектов недвижимости. В Департаменте архитектуры и градостроительства прокомментировали, какие документы понадобятся для регистрации земельного участка. Для того, чтобы жилой дом, земельный участок, объект незавершённого строительства и прочие сооружения получили свой адрес и были внесены в адресный реестр, нужно обратиться в многофункциональный центр своего района. Для того, чтобы получить необходимость черпающей перечень документов. Это заявление, паспорт и право удостоверяющие документы на объект недвижимости. Данная справка выдается абсолютно бесплатно. То есть никаких госпошлин, ни других оплат производить не нужно. Если все документы оформлены правильно, предполагаемый объект недвижимости не нарушает границы и они правильно отображены в Росреестре, то адресную справку можно получить в течение 18 дней. При соблюдении всех правил подачи документов причин для отказа не будет. Новые поправки коснутся и управляющих компаний. Теперь они должны быть зарегистрированы на портале ГИС ЖКХ. Регистрация на данном портале без адреса на объект недвижимости, на многоквартирный дом, который обслуживает данная компания, зарегистрироваться также невозможно, ввиду отсутствия у него адреса. В связи с этим также управляющие компании и граждан, проживающие в этом доме, мы настоятельно также рекомендуем, чтобы не возникало никаких проблем, связанных с капитальным ремонтом, с остальными необходимыми процессами, которые происходят на данном многоквартирном доме, обратиться также в департамент архитектуры. По любым вопросам можно обращаться в администрацию города. Что касается собственников недвижимости, после подачи документов объекту будет присвоен адрес, и уже после этого он будет официально внесен в федеральную информационную адресную систему. Ну и на этом наш выпуск завершен. Я напоминаю, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.